Магадан 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 Первый Более того, парк Магадан, который сдали еще в 2019 году, был только частью большого проекта. И после визита в Магадан премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году Город получил дополнительные средства на благоустройство заброшенной части рядом с парком. Здесь планируют построить большую автопарковку, смотровую и спортивную площадку, а также аллеи, где можно будет пройтись и насладиться прекрасными пейзажами. Задача поставлена. У нас нет другого пути, как сдать в октябре месяце и вторую очередь парка «Маяк». И дальше мы ждем третью. Это соединение второй очереди парка «Маяк» с пирсом, с видовой площадкой. И далее строительство центра «Премьер». И вообще вся эта территория станет визитной карточкой города Магадана. Конечно, нельзя было пропустить большие дорожные работы по улице Якутская. Эта улица является одной из самых напряженных, потому что из-за морского рыбного порта и нефтебазы с Марчиканского шоссе идет большой поток транспорта. И, к сожалению, дорога была полностью разбита, поэтому простой ямочный ремонт не исправил бы ситуацию в лучшую сторону. Но благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был разработан план по ремонту этого участка. Цена контракта составила около 35 миллионов рублей. А подрядная организация, которая давно работает на федеральной дороге, но впервые вышла на город, уже показала себя с хорошей стороны. Они все выполняют, четко следуя плану и совсем не отстают от графика. Все синхронизировано с Магадан теплосетью, потому что мы по дорогам, которые строим, даже с опережением делаем ремонт сетей, с тем, чтобы потом развития никаких не было. Вот Магадан теплосеть, подрядчик тепломонтаж тоже в графике работает. 15 июля будет сдана эта сеть, и уже тогда не только тротуары, но и дорогу будет инькинская компания дорожная асфальтировать, и в срок будет сдан этот объект. В этом я не сомневаюсь, потому что здесь идет все хорошо. Вчера правительство Магаданской области издало постановление, резко ужесточающее требование к работодателям всех форм собственности, работающих в большом перечне отраслей. Документ требует от предприятий сферы услуг, торговли и общепита, ЖКХ, социального обслуживания и многих других сфер деятельности обеспечить не менее 70% работников, обладающих иммунитетом коронавирусной инфекции. Сегодня новые ограничительные меры прокомментировала исполняющая обязанность министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко. Все это, безусловно, требует пересмотреть наши отношения как к ограничительным мерам, к усилению ужесточения ограничительных мер, так и к организации, более жесткой организации профилактики новой коронавирусной инфекции. Понятно, история прошлого года, весны прошлого года и лета, когда вакцины не было. Но не использовать вакцину в настоящее время, когда она произведена, введена в гражданский оборот, так халатно относиться к своей гражданской обязанности, по моему мнению, это преступно. По словам Елены Кузьменко, всем работникам, указанным в постановлении правительства Колымы, дается месячный срок для приведения в порядок иммунной прослойки в каждой организации и учреждении. Для этого кадровым службам и руководителям предприятий необходимо провести определенную работу, сверить списочный состав прошедших иммунизацию. У этой категории людей есть самый важный сегодня документ – справка о наличии прививки. Остальных в течение месяца необходимо направить на иммунизацию. Если это не будет выполнено, организации необходимо две трети сотрудников отправить на дистанционную форму работы. В этом году с 1 января психоневрологический диспансер объединили с Магаданским областным наркологическим диспансером. Теперь организация называется «Магаданский областной диспансер психиатрии и наркологии» и находится на улице Речной, 27. Специалисты-психиатры и психиатры-наркологи принимают пациентов в этом медучреждении на втором этаже. Также они оказывают услугу по выдаче справок и заключений. Талоны на прием к врачу можно получить на сайте Госуслуг. Пройти осмотр и получить заключение можно без очереди. На сайте Госуслуг, все мы уже можем работать с этим сайтом, очень многие зарегистрированные, мы выдаем талоны. Их 10 талонов ежедневно. Вы можете не обязательно взять на текущую дату, вы можете взять на тот день, когда вам удобно. Это что касается, если вы вообще хотите пройти и получить заключение без очереди. Ежедневно «Магаданский областной диспансер психиатрии и наркологии» выдает около 60 талонов. Врач ведет прием с 9 до 13 часов. Услугу можно получить сразу у двух врачей – у психиатра и психиатра-нарколога. Теперь такая процедура доступна в одном учреждении. Специалисты отмечают, что взять талон на прием к врачу можно в любое удобное время в регистратуре и пройти обследование. С 1 июля Пенсионный фонд России начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия. Их предоставят беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. В Магаданской области выплата семьям с одним родителем составит 11 201 рубль в месяц на каждого ребенка, а выплата беременной женщине – 11 159 рублей. Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В Магаданской области в 2021 году такой минимум установлен в размере 21 102 рублей. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Для удобства граждан подать заявление можно будет дистанционно через личный кабинет на портале госуслуг. Молодежный центр Магадана организовал акцию в честь Дня молодежи. Такой проект пройдет в онлайн формате. В нем поучаствовали воспитанники клубов по месту жительства детско-юношеского центра. Наши воспитанники центров, которые посещают наши центры в летний период, готовят свое поздравление для всей молодежи города. И сегодня здесь, в этом сквере, полюбившимся жителям города Магадана, мы записываем речевку с поздравлением всех молодежи. В свою очередь поздравляю всю молодежь с этим замечательным праздником. В детско-юношеский центр Магадана входят 10 клубов по месту жительства. Один из таких – образовательный центр «Исток». Его сотрудники проводят для воспитанников подвижные словесные и настольные игры. В этом центре ребята обучаются и театральному мастерству. Также ребята занимаются в объединении кукловоды. Учатся водить куклу, работать с куклой на сцене. Мы ставим множество мини-спектаклей по басням Сергея Михалкова. Поставили, вот недавно показали для ребят 21-й школы спектакль «Спящая красавица». Ребята очень охотно этим занимаются и зрители с удовольствием смотрят наши спектакли. С июля начинают свою работу клуб «Братина» и «Чайка». Учреждения работают с понедельника по субботу. Программа летнего отдыха в клубах пройдет до конца августа. Сотрудники детско-юношеского центра приглашают ребят в возрасте до 12 лет на свои занятия. Программа летнего отдыха в клубах пройдет до конца августа.